Парады участников Соревнования проводились одновременно на двух площадках, по периметру которых расположились члены судейской коллегии. Более 60 человек высокого уровня танцевального мастерства съехались из разных уголков Москвы и Подмосковья, чтобы оценивать выступления танцевальных пар. Судейских критерий, конечно, очень много. Судьи стараются быть строгими, но, конечно, очень объективными. Оценивается музыкальное исполнение, техническая сторона, артистизм. Все участники имеют спортивные разряды и классы. Судьи также учитывают это при оценке танцевальных пар. Воспитанники клуба «Звездный вальс» Мария Милина и Алексей Лисенков не выказали ни малейшего волнения, выходя на паркет, и показали отличные умения во всех заданных программах. Хотя есть у каждого любимые. Чача и самбо. Мне больше всего нравятся, потому что, мне кажется, они легче всего. Глядя на внешний вид участников, особенно представительниц прекрасного пола, поражающихся невероятно красивым платьем и прическом. Когда ты танцуешь на паркете, внимание привлекают костюмы, их цвета, так, как они смотрятся. Костюмы также убирают недостатки и подчеркивают достоинство. Часом позже в Малом зале Дворца спорта торжественно открылись соревнования по спортивным танцам для самых маленьких. Тех, кто только начинает осваивать сложные премудрости хореографического искусства. Каждому участнику преподнесли в подарок мягкую игрушку и сладкий леденец в виде символа клуба «Звездный вальс», которым многие сразу и подкрепились. Люберчанка Даша Ботина, восседая на папиных плечах, внимательно наблюдала за другими участниками соревнований. Скажи, а вот за что ты любишь танцы? Я почувствовала, что у меня к этому талант есть. Талант у нее есть, и она рвется к победе, и сегодня мы это покажем. За годы проведения первенства правила и организация постоянно менялись. Если раньше это были хореографические соревнования, то теперь спортивные. Наш вид спорта стал спортом, и это теперь называется танцевальный спорт. Разница, конечно, существенная. Мы раньше организовывали все в полдня, это было таким камерным больше даже. А сейчас у нас очень много судей и пар со всей страны. Показать свои способности и талант хотели все участники первенства, сосредотачиваясь во время выступления на самом главном и становясь партнером единым целым. Открытое первенство Ленинского района по спортивным бальным танцам продолжалось до позднего вечера. Шутка ли сказать, более 1200 человек из разных уголков нашей страны изъявили желание принять участие в этом поистине празднике красоты и грации. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.